Александр Сергеевич Пушкин и масоны. С 1817 по 1837 года. Есть некая магия порядка событий в жизни Александра Сергеевича Пушкина. Но магия распространяется лишь в той мере, в какой нам неизвестен научный подход к изменениям в жизни. Так явно наблюдаются изменения в жизни через 64 недели, но более зримо через 4 цикла по 64 недели. Около 5 лет. Оказывается, с помощью науки можно восстановить истинную историю не только человека, но всего народа. Но сейчас о магии ритмов Пушкина. Ниже приводится полистатическая философическая таблица, составленная по Пушкинскому архиву, описывающая научно логичные действия иностранных агентов против Пушкина за 20 лет светской жизни с 1817 по 1837 года. Через 5-летние космические циклы получим такие вехи. 3 августа 1817 года, по 30 июня 1822 года, 27 мая 1827 года, 22 апреля 1832 года, 19 марта 1837 года. Таблица выполнена по расчетам от даты высылки Дантеса из России с полным лишением военных чинов и дворянского достоинства, ибо это было уже завершение цикла противостояния Пушкина и масона. Первая дата таблицы, 3 августа 1817 года, была Пушкиным прокомментирована в стихотворении князю Горчакову. «И в жизни сей мне будет утешение, мой скромный дар и счастье друзей». Его даром было тайное знание о законах космоса из Софьяновой тетради, полученной им в 13 лет от ученых-циклистов, то есть волхвов-прорицателей. Тогда уже он стал посвященным в тайны мироздания. Александр по окончании лицея был принят в литературное общество Арзамас, куда входили Жуковский, Карамзин, Тургенев, Дмитриев, Блудов и другие. Вот как принимали в члены Арзамасского общества Василия Львовича Пушкина, будучи уже масоном с седьмой степени. Его ввели в комнату, положили его на диван и навалили на него шубы всех прочих членов. Это было первое испытание, шумное прение. Потом с завязанными глазами вводили его с лестницы на лестницу и привели в другую комнату, развязав ему глаза. Ему объяснили, что чучело под простынею — это дурной вкус, и велели поразить чудовище из лука. Потом ввели его за занавеску и дали в руки ему мерзлого Арзамасского куся, который он должен был держать в руках все время, пока ему говорили длинную приветливую речь. Ему дали титул его превосходительство гения Арзамаса. Этим действием, похожим в приеме европейские масоны, они смеялись над масонами, которые уже не отражали свою суть вольных каменщиков, строителей возрождающейся Европы, даже не знающих, что это за законы природы и общества. Александр Пушкин про себя улыбался этому, так как пока сам был в единственном числе вольным строителем новой России. Подобно этому в Кишиневе при Пушкине в 1821 году принимали в масоны болгарского архимандрита Ефрема. Архимандрит въехал на двор, отправил свою коляску домой, вопреки существовавшему обычаю. Это привлекло любопытных, тем более, что в народе прошла молва, что в доме этом происходит судилище дьявольское. Когда же увидели, что дверь дома отворилась, и в числе вышедших риц был и архимандрит с завязанными глазами, ведомый двумя под руки, спустившись с крыльца, тут же вошел в подвал, двери коего затворились. Болгарам вообразилось, что архимандриту их угрожает опасность. Подстрекаемые болгары бросились толпой к двери подвала, выломали дверь и через четверть часа с триумфом вывели спасенного архимандрита, у которого на перерыв тут же каждый просил благословения. Пушкин узнал об этом и безжалостно острел над этим происшествием. Пушкин. Воспоминания современников. 1998 год. Санкт-Петербург. Томп 1. Страница 294. А поскольку Пушкин трепетно относился к Евангелию, то покажем почему. Смирнова Росет записала в книжке. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелем в руках, причем Пушкин сказал ему, вот единственная книга в мире, в ней все есть. Я сказал Пушкину, уверяют, что вы не верующий. Он рассохотался и сказал, пожимая плечами, значит, они меня считают совершенным кретином. Записки А.О. Смирновой. Урожденный Росет. 1999 год. Страница 115. Автором установлено, что Евангелие является матрицей жизни любого пророка. Александр Пушкин был им. Вот потому далее все расчетные вехи будем сопровождать стихами из Евангелия от Матфея. Так вышедший из лицея поэт уже пять лет окормлял свою паству духовными стихами, о которых он так скромно выразился выше, а Евангелие от Матфея 15.37 к этой дате гласит «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей». Пока Пушкин был с 1820 года по 1824 год на юге, его деятельность как патриота России была прикрыта маской бесшабашного гуляки, любовника и дуэлянта. Так он решил. Это его оружие против врагов Руси и светлой черни. И черни презирай ревнивое роптание. Она не ведает, что можно дружно жить с стихами, с картами, с платоном и с бокалом, что резвых шалостей под легким покрывалом и ум, возвышенный из сердца, можно скрыть. Пусть думают о нем плохо. Это тоже был о них невысокого мнения. Ну, квиты. Масонские ложи всегда были привлекательны для людей, свободомыслящих и преследуемых церковным фанатизмом. Поэтому масоны усиленно старались привлечь поэта в организацию. Но уже там, на юге, где якобы отбывал ссылку, поэт Декабрист Якушкин вспоминал, как им удалось обвести вокруг пальца Пушкина, который присутствовал на тайном собрании заговорщиков. Но поэт наблюдал за всеми и знал, какое слово сказать каждому, чтобы отговорить его от ложных направлений мысли. Так он спас от будущих ссылок и казней около сорока заблуждающихся. Об этом он написал сказку «Царь Никита и сорок его дочерей». Прочитайте. Улыбнитесь выдумке Пушкина, сумевшего с его помощью донести до потомков суть своей поездки на юг. Масоны, видимо, с опозданием отследили причину поездки поэта на юг. Но потом связали разгон лож с его вхождением в масоны 4 мая 1821 года. Но ложа Орфей, в которую приняли Пушкина, так и не открылась. Так как была запрещена ровно через 32 недели, то есть 20 декабря 1821 года. А еще через 32 недели, 1 августа 1822 года, были запрещены все ложи России. А дата 30 июня 1822 года, отстоящая от 1 восьмой на месяц, это одна из всех судьбы Пушкина, связанной с масонами. Вот пример исполнения законов космоса и подтвердения того, что именно Пушкин повлиял на закрытие масонских лож в России. Так, был ли Пушкин тем масоном в таком случае? Он скрытно от всех действовал против масона. Поэтому начало следующего пятилетнего цикла, с 30 июня 1822 года, было запланировано в стихах Евангелия от Матфея, глава 20 и 6. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Это те 40 человек-дворян, которые вышли из масонских лож и тайных обществ. Что делать честным, горящим свободой и верой в перемены к лучшему? Невольно они вошли в его дело, распространяя мировоззрение русского поэта. С 1822 по 1827 год Пушкин сумел усыпить бдительность масонов, особенно когда попал в ссылку в Михайловское после завершения дел на юге. До 1827 года Пушкин творил новые произведения и тайный архив «Завет будущей Руси», и потому не появлялся в Петербурге. И они посчитали, что прощение его царем в 1826 году было формальным. Остановимся ненадолго на промежуточном этапе 1825 год, когда Пушкин оказался не с декабристами. Соболевский и заявил свое удивление Пушкину о том, что он отстранился от масонства, в которое был принят, и что он не принадлежал никакому другому тайному обществу. «Это все-таки вследствие предсказания о белой голове», отвечал мне Пушкин. «Разве ты не знаешь, что филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и самое масонство получил от Адама Висгаупта направление подозрительное и враждебное существующим государственными порядками. Как же мне было приставать к ним? Ссылка «Висгаупт» — это белая голова, или «Висхаупт» — белая лошадь. Одно и то же. «А вот каковы бы были последствия моей поездки», — прибавлял Пушкин, «я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласиться слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы Крылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом. Вероятно, я забыл бы о Висгаупте, попал бы, спрочем, на Сенатскую площадь, и не сидел бы теперь с вами, мои милые». Пушкин, воспоминания современников, 1998 год, Санкт-Петербург, том 2, страница 10. Соболевский писал в статье о том, как Пушкин удачно оправдался и представил свое отсутствие на Сенатской площади. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер. Сам же едет проститься с Тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу. На возвратном пути из Тригорского в Михайловское еще заяц. Пушкин в досаде приезжает домой. Ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогается от подъезда. Глядь, в вратах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину. Он возвращает от ворот домой и остается у себя в деревне. Но Пушкин писал еще в 1822 году. Напрасно почитает русских суеверными. Но суть неучастия поэта в восстании декабриста в том, что ему еще надо было закончить свой труд и передать на Дон в 1829 году. Рисковать он не мог, ибо всегда был ответственен за судьбу Руси. А что же говорит Евангелие от Матфея тому, что Пушкин не посмотрел ни на своих друзей декабристов, ни на царя, зная несвоевременность восстания? Матфей 22, 16. И позылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Впервые после так обзываемой ссылки Пушкин был в столице с 23.5.27 по 26.7.27 года, подтверждая веху таблицы 27 мая 1827 года. Эта веха отстояла на 4 цикла по 64 недели от расчетной вехи 30 июня 1822 года. Для чего он приезжал в Петербург? Для того, чтобы проявилось воздействие Пушкина на общественное мнение на целых 10 лет. Его буквально носили на руках в Петербурге. Царь был его цензором. Он был его тайным советником, встречаясь с царем достаточно часто инкогнито, минуя служб безопасности. «Стоило только ему, как Илье Муромцу, через 5 лет сидения на печи, встать и показать свою мощь, как злобные враги России зашевелились. А события укладываются в матрицу Евангелия от Матфея 23.8. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас – Отец, Который на небесах». Поэтому 27 мая 1827 года, дата очень важная в судьбе Пушкина, началась крупная акция иностранных агентов по ликвидации духовного влияния Пушкина на образованное общество России. Рост духовного влияния Пушкина, ведьма, заботил ушедшее в подпорье масонство, ибо над ним нависала вполне реальная угроза. Оно теряло свое влияние на русское общество, здоровый национализм Пушкина, вливаясь благодетельной струей в нездоровую зараженную либерализмом и космополитизмом общественную атмосферу. Решение убрать, устранить Пушкина стало первоочередной задачей масонства. Иванов, Пушкин и масонство. Главными исполнителями были гражданин Миссельроди и гражданин Бенкельдорф. Уже через месяц Пушкина заставят давать показания по делу об Андрея Шинье. Кроме этого, нидерландский посланник при русском дворе, барон Луи Геккерн, жил для всех обычно делово. Его окружением уже давно были молодые офицеры, через которых он действовал. Однако в распутанном образе жизни ему легче было проникать через молодежь к влиятельным особам. Через них он нашел способ вести дела более эффективно. Геккерн содействовал работе Булгарина в третьем отделении у Бенкельдорфа. А также знакомству Пушкина с Булгарином в мае 1827 года. Когда при дворе появился Пушкин, о котором так высоко отозвался царь, началось самое главное дело жизни Геккерна. Появилась возможность перейти к новой ступеньке иерархической лестницы и удержать на ней. Геккерн заметил, что Пушкин стал собирать умственную духовную элиту. И в своих донесениях тем, кто его посылал в Россию, с тревогой сообщал о росте влияния Пушкина. Он узнал, что Пушкин часто бывает на казачьем подворье. К чему бы это? Именно тогда задумал Пушкин свою поездку на Дон с архивом в 1829 году. Он только, как хороший конспиратор, показывал несколько ложных направлений пути, а поехал в Тифлис, но через Дон. 7 июня 1827 года Бюро Отечественной войны 1812 года Кутейников был высочайше определен наказным атаманом войска Донского. Именно в это время Пушкин встретился с генералом Кутейниковым в казачьем подворье в ставке наказного атамана. Возможно, тогда они договорились о будущем тайнам хранения архива Пушкина, самого главного труда его жизни. 29 июня 1827 года в Петербурге Пушкин был вызван в полицию, якобы только по поводу его, а Шенье, где давал объяснение. Политический процесс по этому делу продолжался два года, и, видимо, полицию интересовало его посещение казачьего подворья. Но главную ошибку масоны совершили в 1829 году. Уж так запутал поэт их, что они не знали, поедет ли он вообще в Тифлис. В феврале подорожный помай была в кармане Пушкина, а он мотается между Москвой, Петербургом и Малинниками. Пьет, играет в карты, делает предложения всем невестам, рассказывает скаберзные истории. И вот тогда на него махнули рукой. Он в ночь с 1 на 2 мая скрылся с глаз. Евангелие от Матфея, глава 24-20, гласит об этом тайном бегстве из Москвы не зимой, а весной, и не в субботу, а в среду. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Пушкин писал Вяземскому «Между тем, принужден был бежать из Мекки в Медину. Мой Коран пошел по рукам, и до ныне правоверные ожидают его». Бегство из Мекки в Медину пророка Магомета было по сороковому мердиану. Эти места лежат на одном мердиане с Москвой, Новочеркасском и Арзрумом. Причем Новочеркасск лежит посреди пути из Москвы в Арзрум, а сам Арзрум посреди между Москвой и Меккой. Поэтому бегство пророка Пушкина из Москвы в Арзрум было символичным, подобно бегству Магомета. Скорбь русского народа в наши дни была бы велика, если бы не знали своего пророка и спасителя, принесшего на Дон свой завет Коран, свой дар потомкам с универсальным учением, наукой циклов. Куда исчез поэт, только что мелькавший перед глазами охранки третьего отделения? Ищи ветра в поле. А он старыми дорогами без почтовых лошадей добрался сначала до Оксая, а затем ночью, верхом на лошади, до Новочеркасской. Там он встретился с наказным атаманом и передал ему свой тайный архив на 150-летнее хранение. После этого только поехал в Тифлис, где его не узнавали, его словно подменили, не пил, был серьезен, интересен как собеседник. О том, что с ним произошло, он открылся в стихотворении под названием «Труд». Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятно, грусть тайно тревожит меня. Или свой подвиг, свершив, я стою, как подечь ненужный? Плату, приявши свою, чуждой работе другой. Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи, друга Авроры золотой, друга пенатов святых. Подвигом была передача архива «Труда многолетнего», в основном свершаемого по ночам, основанного на тайных знаниях предков, полученном от святого старца в 1812 году. Эти-то знания и переложил на современный язык, обогатив своими наблюдениями, страданиями, мукой. Со всем изменившимся вернулся в Москву, а затем в столицу Пушкин. Пушкин получил нагоняй от Беккендорфа за поездку без спроса в армию, ведущую боевые действия в Турции. Но Беккендорф зрился не из-за этого, а потому что две недели он не мог найти место пребывания Пушкина и его возможные тайные встречи. Он чуял, что это не просто так. Пушкин всегда был на виду и вдруг исчез. Вот почему до сих пор масоны мстят поэту. Теперь уже знают, за что. Да, после драки кулаками не машут, архив нам известен и его универсальная наука скоро возродит всю жизнь на Руси. Следующая веха, 22 апреля 1832 года, отстоявшая на 4 цикла по 64 недели, показаны скрытные моменты работы английской разведки против влияния Пушкина в России. Начался поиск и подготовка агента-киллера в Европе. Таким агентом стал Дантес. Так вот, о пути заговорщиков против поэта и его личном пути Евангелие от Матфея, глава 25-46 сообщал. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». По свидетельству Жуковского, Пушкину были знакомы все члены дипломатического корпуса. Враги России вступили в решающую фазу воплощения замысла внедрения агента спецслужб Европы в Россию для диверсии против Пушкина. Началось усиленное воздействие на сестер Гончаровых с целью объединения их под одной крышей с Пушкиным и возможной дискредитации поэта. Вдохновители гнусной кампании против Пушкина были граф и графиня Нисселероды, которые были связаны с главным палачом поэта Беккендорфом. Граф Карл Васильевич Нисселероди, ближайший и интимнейший друг Геккерна, был немцем, ненавистником русских, человеком ограниченного ума, но ловким интригантом, которого в России назвали австрийским министром иностранных дел. Графиня Нисселероди играла виднейшую роль в свете и при дворе. Она была представительницей космополитического олигархического ариопага, который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместе Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нисселероди в доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Она ненавидела Пушкина, и он платил ей тем же. Иванов, Пушкин и масонство. Геккерн накапливал сил и собирал сведения о характере Пушкина, не встречаясь с ним лично. Время ПК 1962 год, страница 32, славия, праха, 1959 год, страница 555. О других их встречах в дипломатических и великосветских сферах Петербурга сведений нет. По-видимому, они мало общались, да и Геккерн часто отлучался на родину для получения самых тайных инструкций. 19 мая 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария. Пушкин стал отцом. 22 мая 1832 года Е.А. Энгельгард писал Матюшкину. Пушкин, говорят, занимается историей Петра Великого. Сомневаюсь, это не по нём. 27 мая. В Петербурге Пушкин снова писал Беккендорфу. «Моё положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, а именно, стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с вами. Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы равняться средствам Северной Пчелы, то есть журнал, в коем бы печатались политические и заграничные новости». 3 июня 1832 года Вяземский сообщал жене, что Пушкин просил позволения издавать газету, и позволение последовало с некоторыми ограничениями. Ему может это доставить доход порядочный, если подорвёт он Северную Пчелу. 14 июня 1832 года вице-канцлер Неслероди, поддерживая игру по унижению Пушкина и затягивая время, уже год, просил Беккендорфа почтить его уведомлением, а в каком количестве прилично бы было определить жалование Пушкину в качестве историографа в МИД, да к тому же академика Российской Академии Наук. Через 64 недели наступила веха поменьше, 14 июля 1833 года, но после которой в Петербург был заслан Дантес. В это время у Пушкина родился сын Александр. В 30-х годах сторонники национального направления и западники еще исповедовали почти одни и те же идеи, утверждающие исторические циклы призваний каждой крупной нации и особое место России в ходе всемирной истории. В это время сформировалась проблема России и Европы. Пушкин приложил к этому немало усилий. Идейный разлад в русском образованном обществе накануне путча декабристов 1825 года потерял свою остроту после казни их в июле 1826 года. Появилась надежда на единодушие в обществе с возвращением царем Пушкина в свет в сентябре 1826 года. Благодаря энергичным действиям Пушкина по возрождению нации появилась стабильность в обществе. Европа, враждебная Россия, посчитала, что этому пора было положить конец. Однако при жизни Пушкина это им не удавалось. Все 11 лет с 1826 по 1837 года активного непосредственного присутствия Пушкина в свете и его влияние на внешнюю политику, проводимую Николаем Первым, в России наблюдалось духовное единство общества. На конец 10 августа 1833 года Луи Геккерна, вызванного спецслужбами якобы для проведения отпуска в Европе, познакомили с Жоржем Дантесом для совместной подрывной деятельности по дискредитации Александра Сергеевича Пушкина. А если понадобится, то и физического его уничтожения. Жорж Дантес не только всю жизнь был ярым католиком, но и происходил из среды, близкой к орденам иезуитов. Тайным иезуитом был покровитель Дантеса барон Луи Геккерн. С сентября 1833 года Пушкин отсутствовал в Петербурге. В Оренбургский губ собирал материалы о Пугачёве. Об этой отлучке из Петербурга Евангелие от Матфея глава 26-36 сообщает. Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсимония и говорит ученикам «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Чувствовал Пушкин, что слава о красоте Наталии достигла даже до английской спецслужбы, которая решила использовать этот факт для игры против Пушкина, послав убийцу поэта и соблазнителя Наталии. Надо было помолиться и попросить сил все это вынести на своих плечах. 8 августа 1833 года из-за границы в Петербург прибыли Дантес и Геккер. По некоторым сведениям говорят иную дату на месяц позже 8 сентября 1833 года. Дантес имел рекомендательные письма к влиятельным лицам России. С первых же дней они посещали их и вели переговоры о поступлении Дантеса на службу к царю. Жорж Дантес не знал ни слова по-русски, презирая этот язык и не думал его изучать. Но по результатам вступительных экзаменов в военное училище Сен-Сир он был признан четвертым из 90 претендентов. Однако стать кавалергардом в русской армии, не зная ни слова по-русски, было бы все-таки сложно. Конечно, рекомендации Вильгельма Прусского позволяли преодолевать любые формальные и административные препятствия. Императрица Александра Федоровна, покровительница полка кавалергардов, милостово представил молодому французу 90 тысяч рублей для экипировки. Уже через два года Дантес был произведен в лейтенант и получил разрешение служить в русской армии, сохраняя при этом французское подданство. Прометей, 16, Москва, молодая гвардия, 1990 год, страница 342. 26 января 1834 года, ровно за три года, день в день, до отправления последнего письма Геккерну, ставшему вызовом Дантесу, Пушкин записал в дневнике «Барон Дантес и маркиз Депина, два шукана, будут приняты в гвардию прямо офицерами гвардии Ропщет». Знакомый Пушкина Логин Вспоминал «У Пушкина была книга, в которой он записывал о городских новостях и прочее. Многие видели эту книгу и были без сомнения поражены странной случайностью. Подобных заметок там не встречается и непонятно, как пришло мысль Пушкину записать подобную малоинтересную новость. По странной случайности внимание его обратилось за несколько лет до поединка. Пушкин «Воспоминания современников» 1998 год Санкт-Петербург том 2 страница 411 Но Пушкин не просто так записал, а зная матричное строение Евангелия от Матфея главы 26 46 которая гласила лично о нем как о пророке Руси «Встаньте, пойдем, вот близился предающий меня». И в этот же день подтверждение связи дневниковой записи с евангельским текстом Пушкин написал стихотворение как подтверждение своего видения о появлении своего предателя Иуды. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою в белой ризе предо мною старец светлый предстоял и меня благословлял. Он сказал мне «Будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствии небес и возникнешь предачес Бога Вышнего на троне. Для тебя святой венец уж готовит ангел смерти. Ныне грешник, обещанный о котором предвещание, слышал, ты уже давно придет». «Да, творец, тяжела доля, но твоя, да будет воля, не моя, кто там идет». Постоянные думы о ветреных поступках жены мешали ему созрелат оттачиваться над работой, поэтому он, видимо, решил лишиться камер юнкерского звания, чтобы этим лишить Натали право посещать балы. Но Натали была замешана в эту машину. А машина истребления пророка и государственного деятеля России была запущена. Дантес и Геккерн уже приступили к боевым действиям. Геккерн наблюдал за действиями Дантеса по отношению Натали Пушкиной и его двулечием по отношению к себе. Пушкин все более возрастал. Николай I часто встречался с поэтом и это сразу становилось известно хозяину Геккерна. Английская разведка советовала ему быть стойким, исходя из своей правды. Возможно, что и политику и Далию Григорьевну он решил использовать в этих целях. Сохранились документальные данные свидетельства современников о дружбе политики и Далии Григорьевны с Геккерном и Дантесом и о ее неблаговидной роли в последней дуэли Пушкина. Следовательно, ее могли настроить против Пушкина и она была слепым орудием европейских спецслужб. Пушкин встречался с политикой Александром, приятелем Дантеса, мужем и Далии, которые, как и муж, встречались с ее троюродной сестрой Энн Пушкиной у себя дома. Принимая у себя Дантеса, они способствовали сближению Наталии Пушкиной с Геккерном и Дантесом. Барон Жорж Дантес и Геккерн часто посещали дома Крамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Приходил Дантес и к Пушкиным сестра Наталии Екатерина, хотя и должна была понять, что ухаживание относится к сестре, влюбилась в него, но пыталась скрыть это чувство до поры до времени. Новое время, номер 11416, страница 6. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударит за его женой, он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был противен своей манерой, несколько нахальную, своим языком, менее воздержан, чем следовало с дамами. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Натали не противоречила ему в этом, быть может, даже соглашалась с мужем, но не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Об отношениях Пушкина к Дантесу Щеглев Дуэль 400 6.03.36 Дантес сообщал в письме Геккерну о светских пересудах по поводу его увлечения, которые дошли уже и до двора, звенья сборных материалов и документов по истории литературы искусства и общественной мысли 19 века Москва 1932 год 1951 год 9 издание страница 172 Инструкции, полученные Геккерном в Англии, стали проявляться ощутимо. Дантес служил рядом с дачей, поэтому сплетни о встречах его с Натали ходили по городу. Геккерн играл неблаговидную роль посредника и сводника. 17.10.36 Дантес сообщал Геккерну в письме, написанном днем во время дежурства, о состоявшемся накануне объяснении с Натальей Пушкиной о своей неудаче, о своем отчаянии и призывал Геккерна помочь ему. Далее письмо представляло собой развернутую инструкцию, как говорить с Натальей Пушкиной, чтобы она не заподозрила обмана того, что этот разговор подстроен заранее. Надо, чтобы она думала, будто я таюсь от тебя, и ты расспрашиваешь ее лишь как отец, интересующийся телами сына. Тогда было бы не дурно, чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более близкие отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь дать ей понять, что, по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть. Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что, дали несколько слов вымрано с французском. Получив такое письмо, Геккер почуял волну удачи и, лишая себя покоя и комфорта, принялся за осуществление предложения Дантеса. Но 19-10 1836 года по данным архива Кавалергардского полка от 19 до 27 октября 1836 года Дантес был болен. Никольский, Идеалов Ушкина, СПБ, издание 4, 1899 год, страница 129. Он заболел венерической болезнью и не появлялся в обществе. 2 ноября 1836 года после излечения от венерической болезни Дантес появился в обществе, но никто не знал причины его болезненного вида. Геккер почувствовал ухудшение ситуации, хотел поскорее развязать узел, но еще более создал себе проблем. Тогда решил послать Дантеса на свидание с Натальей Пушкиной. 2 ноября 1836 года свидание поручика кавалергардского полка Дантеса и Натальи Пушкиной у политики. Геккер написал Дантеса написал Наталье Николаевне письмо, которое было вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. Письмо однако же кончалось угрозой, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобные оскорбления. Отказ будет равноселен смертному приговору, а может быть даже вдву. Жена своей безумной страсти способна последовать данному им примеру и загубленной в угоду трусливому опасению две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу. Местом свидания была избрана квартира и далее Григорьевны Полетика в Калергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее как через день Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене. Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины повлиявшие на ее согласие и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило его до глубины души и, точнее же, она твердо заявила Геккерну, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям и что это первое его угрозами вынужденное свидание станет последним. Приведенное объяснение имело последствия вторичный вызов на дуэль Геккерна, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения. Арапова, Новое время, 1908 год, номер 11425, страница 5. Это событие было поворотным в интриге затеянным Дантесом. Жена оказалась в зависимости от него и могла опасаться огласки. Однако, после этого свидания отношения Геккерна с Дантесом еще более обострились. Тогда Геккерн послал 4.11 письмо Пасквиль Рогоносцу Пушкину и копии его друзьям. Этот день отмечен Евангелие от Матфея глава 27.41 Подобно и первосвященники с книжками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили «Других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверует в него». Утром состоялось объяснение Александра с Натали. По словам Вятинского эти письма заставили невинную в сущности жену признаться в легкомыслии и ветренности, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна. Она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней, последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала. Щегарев, дуэль, страница 259. В Пушкинском кругу получили письма семь человек. Пушкин, Вяземский, Карамзин, Вельгорцкий, Сологуб, Россити, Хитрова. Хотя Дантес был вхож в дом Карамзиных, но не получил пасквильного письма. Это была промашка Геккерна. Вечером Пушкин послал в городской почте другой вызов Дантесу. Баро распечатал письмо в нетерпении. Эти два дня они пробыли в тревоге. Ведь дуэль это крах их карьеры, а они не ожидали от Пушкина такого ясновидения, а точнее аналитического ума. Надо было срочно предотвратить дуэль с помощью отсрочки, а потом найти выход из затруднительного положения. Около полудня Пушкину на мойке нанес визит Баро Геккерн, сказав, что по обшибке распечатал письмо и что теперь принимает от его имени вызов, так как Жорж в полку, но просил отсрочки на 24 часа. Пушкин согласился. 5 ноября 1836 года Геккерн обратился к Наталье Пушкиной с просьбой написать Дантесу и умолить его не драться с ее мужем. На следующее утро Гончаров разыскал Жуковского и сообщил ему о дуэли. Жуковский немедленно выехал в Петербург. События приняли неожиданные обороты. Посланник объявил Жуковскому, что Дантес давно влюблен в мануазель Гончарову и просил ее уговорить Пушкина взять назад свой вызов, после чего Дантес тотчас сделает предложение Гончаровой. Пушкин был возмущен трусостью Дантеса и решением жениться на Екатерине, чтобы избежать дуэли. 16 ноября 1836 года наконец Жуковский отнес письмо Пушкина Геккерна. Господин барон Геккерн принять вызов на дуэль его сына господина барона Жоржа Геккерна, узнав случайно по слухам, что господин Ж.Г. решил просить руки моей своященцем мануазель Катерины Гончаровой. И я прошу господина барона Геккерна отца соблаговолить рассматривать мой вызов как небывший. Но Пушкин занимался не только делами Дантеса. Ему было известно, что времени для творчества осталось мало и потому творил, писал статьи, стихи и рецензии, готовил новый номер современника. В январе Дантес сыграл свадьбу с сестрой Натальи, но Пушкин так и принял, так и не принял их в своем доме. 26 января 1837 Барон Геккерн получил письмо вызов Пушкина. Я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло и воспользовался этим. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха. Вы представитель коронованной особы. Вы отечески сводничали вашему сыну. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына. А когда заболев сифилизом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей верните мне моего сына. Я не могу позволить, чтобы ваш сын смело разговаривал с моей женой, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам. Если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь. Надежды на выживание рухнули. Страх и слез наполнили дом Геккерна. Выхода им из ловушки Пушкина не было. Победа была на стороне поэта. Граф Строганов дал совет Геккерну, чтобы Дантес вызвал Пушкина на дуэль. Эти дни до смерти Пушкина отмечены Евангелие от Матфея 27.49. А другие говорили постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. День 27 января 1837 года назначенный свыше настал и Пушкин своей жизнью заплатил за будущее Руси. Что должно было случиться, то и случилось, как написано было в матрице Евангелия. Напротив, даты дня смерти пророка 29 января 1837 года читаем в Евангелии от Матфея 27.50. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. Проверьте сами еще раз в предыдущей строке, проставив даты через две недели назад от 29 января, чтобы убедиться лично в правдивости сказанного. Дата высылки Дантеса 19.03.1837 отмечена в Евангелии от Матфея 27.52.54. И гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли. И выйдя из гробов по воскресению его вошли до святых град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения и все бывшее устрашились весьма и говорили воистину он был сын Божий. Судя потому, что вся жизнь Пушкина прослеживается по новому завету, можно оценить личность великого поэта. Это спаситель русского народа. Тот самый Христос. Да к тому же масон узнав, что на скрепе появился отпечаток Лика Пушкина сфотографированный бароном Розеном в 1902 году да еще то, что в гробу были нетленные мощи пророка постарались во время Отечественной войны 1941-1945 годов осквернить могилу Пушкина и подбросить туда два неизвестных черепа. Но несмотря на это мы верим. Мы верим, что в его гробу восторг живет. Он русский глаз нам издает. Он нам твердит о той године, когда народный веры глаз возвал к святой его сидине. Иди, спасай. Он встал и спас. спасай. Иди, Продолжение следует...